Есть ли шансы раскрыть хоть одно из этих громких преступлений? Почему вдруг произошел всплеск криминальной активности? Обсудим с Анной Малер, юрист-криминолог и, пожалуй, самый содержательный комментатор вот таких событий. Сегодня гость нашей программы. Спасибо вам за это, Анна. Добрый вечер. Вот вам не кажется, что вот эти преступления, которые мы только что с вами смотрели в сюжете, они носят какой-то вот такой показательный характер. Вот взять даже преступление на Владимирской, да? Гранатометчик расстреливает ресторан. Рядом офис СБУ, национальная полиция, Министерство иностранных дел. Вы понимаете, что с одного боку не хочется говорить эту расхожую фразу, что мы повертаемся до 90-х, потому что с точки зрения криминологии это неправильно. Мы не можем повертаться, будет что-то новое. Но этот элемент 90-х, когда бизнес-конфликты вырешаются за помощью оружия, это как раз действительно отголосок у той культуры, которая когда-то была очень популярной. Но что касается других злочин, которые были гучными на этом неделе, то я могу констатировать новые тенденции. Мы, в принципе, привыкли к тому, что боевую оружие используют для вырешения каких-то побутовых своих конфликтов. Но мы сейчас с вами видели, что оружие стает инструментом злочину. И, возможно, мы говорим сейчас про какие-то серьезные каналы злочин. Мы с вами заметили одни и те же тенденции. Вы не о взрыве гранат случайно говорите. Два показательных случая мне тоже бросились в глаза. В Днепре преступники забросали гранатами нацполицию. И на этой неделе в Киеве торговцы оружием отбивались от избушников тоже с применением взрывчатки. То есть мы говорим не просто кто-то кого-то ревнувал и кинув гранату, потому что он ее за то привез. А мы говорим про серьезный бизнес, который, я перепрошу, делается на крови, делается на войне. Если нет войны, то этот бизнес практически не может функционировать. И виходит, что у нас, очевидно, мы увидим, что доведет СБУ это расследование до конца, очевидно, есть какие-то серьезные каналы сбуду оружия. И я не думаю, что это самодояльность сержанта, очевидно, там может выкриться очень сильная организация всего этого процесса. Кто-то это приховывает, и это, очевидно, в верхах делают, кто-то должен прикрывать теле юридично. И кто-то на этом наживается. Я не думаю, что главный бенефициар или выгодонабыватель в этом, как раз это и сержант, который втек. Вообще, как сегодняшнее задержание Рубана, оно, по-моему, ложится в тему нашего сегодняшнего разговора, да, и того, что вы говорите. Как вы его можете прокомментировать? Возможно, это один из тех каналов, которые... Дуже интересное и показовое затримание. Я думаю, что уже все поговорили, и это в прессе было, что что-то там есть такое подозрение, за что можно уже затримать. Но почему-то это произошло только сейчас. Я вам хочу сказать, что я не поспешаю радовать работе правоохранителей в этой ситуации, потому что мне интересно... Останная крапка же будет за судом. Мне интересно, что скажет суд. Чи будет вырок, который подтвердит эти подозрения? Чи снова у нас будет гучное затримание? Знову у нас все ЗМИ про это покажут? А далее, как вы знаете, ничего из этого не выйдет? Я, кстати, об этом у вас хотел спросить. Ну, вот смотрите, будем откровенны. У нас уже полноценно расследовать, в принципе, по-моему, за последние годы ничего не смогли. Вот имеем кейс уже, да, таких историй. Огромные показательные взятки, то есть взятки огромные, аресты показательные. Имеем громкие убийства, к сожалению. Есть истории помельче, но там таких примеров очень много. Я вам могу привести пример израильского паспорта Рабиновича даже. Мы трубим об этом уже более полугода. Депутаты даже обещают провести расследование. И даже там ничего не делаете. В деле Рубана. Вы думаете, будет поставлена точка? Или снова сойдет на нет и забудут? Я могу припустить, что будет заважать расследовать эту справу. Если мы припустим, потому что мы не можем извинувачивать, что действительно он занимался этим незаконным обеем оружия, то весь этот час, который про это говорили в прессе, кто же это приховывал, и я могу сказать криминальным сленгом, кришувал. Значит, если расследовать эту справу так отверто, как это должно быть, и если это все выявится, то тогда нужно что? Выявляти и тех людей, которые были співучастниками. А я так понимаю, что співучастники – это не простые сержанты. Аня, теперь практический вопрос. Вот вы диагностировали ситуацию, да, очень грамотно, как всегда, профессионально. Но что с этим делать, это намного важнее вопрос. Какими должны быть шаги правоохранительных органов и власти в целом сегодня, чтобы не было такого разгола преступности, чтобы преступники не чувствовали себя так вольготно в Украине? Ну, первое, мы не можем на сегодня прекратить войну, но мы можем на сегодня прекратить эти потоки оружия, которые, кстати, идут в обеих сторонах – и из Украины, и в Украину. Это можно прекратить. Но еще раз вопрос. Кому это выгодно? Это никому не выгодно, потому что на этом выживаются. Это бизнес. Значит, это первое. Потому что, когда появляется большая количество нелегальных оружий, она для чего используется? Она используется для совершения преступления. Потому что тот, кто хочет охранять себя, он придает легально зброю. Поэтому это первый крок. Другой крок – это такая банальщина, я скажу, коррупция. Но, перепрошу, без этого ничего не будет. Потому что, как криминальное проведение не открывай, как-то так оно все чепляется, что потом это вопрос, кто-то за какие-то деньги, за какие-то услуги решит. И, наконец, мы с вами не видим вироков, мы не видим, чтобы кто-то там произошел реально покарание. И я вам скажу больше. Как было вироков по коррупции у нас, приблизительно тысяча за рік, плюс-минус. Мы так с теми цифрами и остались. Подсумирую словами, наверное, такими, что пиар без наказания, в общем-то, к улучшению нашей криминогенной атмосферы в стране не приводит. Аня, не зря я вас назвал в самом начале нашего разговора самым содержательным экспертом. Вы своими ответами это в очередной раз мне подтвердили. Спасибо огромное. Анна Малер, юрист-криминолог, была гостей программы «Подробности недели».